И здесь, на мой взгляд, все достаточно неоднозначно. Всем привет! Сегодня будет обзор на палетку от бренда Tami Tanuka. И палетку эту мы ждали несколько лет. То ковид, то политика, то еще что-то. Постоянно что-то мешало этой мурине уже наконец-то вылупиться из своего яйца. И вот, наконец-то, перед нами есть муренушка. Палетка называется «Злонравная зубастая мурена». Покажу вам сегодня подробные сводчи, макро, макияжи, покажу какие-то нюансы нанесения, расскажу, что мне понравилось, что не понравилось. Ну и в целом, конечно же, в конце видео вы точно сможете сделать вывод, нужна ли вам эта палетка или нет. В целом, про мурену достаточно противоречивые такие, знаете, мнения у людей. Девчонки пишут, что кто-то эту мурену ждал много-много-много лет. И до конца-то вроде она вылупилась, можно ее купить. А кто-то говорит, что это какая-то слишком бирюзовая, слишком однообразная. Давайте, в общем, разбираться. По поводу упаковки здесь все точно так же, как и в палетке с котом, палетке с совой. Здесь прекрасный, идеальный просто пластик гладкий, шикарный, который закрывается, как палетки дорогих люксовых брендов. Здесь претензий, как всегда, нет. Ну и давайте я вам покажу уже оттенки поближе, рассмотрим их повнимательнее. Ну и в самом начале видео максимально важное объявление. Я вам хочу сказать, что, во-первых, у меня есть телеграм-канал. Если вы еще не подписаны, приходите, подписывайтесь. Там все самое свежее, новое и интересное. Весь экшен, вся движуха, все самое сладенькое всегда там. Ссылка внизу в описании. Ну и так как YouTube как-то не очень стабильно работает в последнее время, я думаю, что в ближайшее время основной платформой для постинга видео станет ВКонтакте. Поэтому тоже зову вас всех туда. Возможно, если вам удобно смотреть будет видео в Дзене, то там есть канал. И в Рутубе есть канал. Ссылки внизу в описании под видео. Но настоятельно рекомендую переходить во ВКонтакте. Там будет основная площадка после того, как YouTube заглохнет. Первый оттенок называется «Видящее потенциал кристаллов». Мне кажется, этим сводчем можно было бы обмазаться со всех сторон и еще вот так вот по кругу завернуть. Очень яркий оттенок. Это экстра. Это оттенок, который сделает любой макияж праздничным. Оттенок, который и переливается, и блестит. И в нем есть и бирюзовый, и какой-то голубой, и синеватый, и розовый блик, и золотистый. И, в общем, в нем куча всего намешано. Я думаю, что, конечно, ради этого оттенка будут многие брать палетку. На ощупь он чуть-чуть такой рыхловатый, суховатый. Блестки от него летят по всей палетке, как вы видите. Но об этом нас бренд честно предупреждает. Также в комплект к палетке идет вот такой вот синий матовый оттенок. Он такой средний... Все ясно. Он такой средней темноты. Не слишком темный, не слишком светлый. И отлично подходит как база под видящую потенциал кристаллов. Видите, он тоже равномерно наносится, но он не слишком темный. Следующий оттенок называется Гроза морей. И это очень красивый такой многогранный темный сатин. Он, кстати, может немножко оставлять тинт. Сам по себе он тоже в палетке выглядит достаточно темным, но на деле он супер прост в использовании. Можно его на липкую базу, можно так просто. От этого будет зависеть его плотность. Кажется сначала, что он немного замыливается в палитре, но нет, набирается он все равно по-прежнему хорошо. Поэтому здесь у меня претензий нет. Следующий оттенок изобретательница. Такой яркий, пронзительный бирюзовый. Тоже все равномерно в нанесении, никаких претензий к нему нет. Много пигмента, хорошо тушуются. Следующий оттенок называется Красавица на подводной колеснице. Это тоже Экстра. Очень яркий цвет и очень красивый на мой вкус. Такой с одной стороны деликатный, с другой стороны очень изюмистый. У него, видите, есть такой яркий, бирюзовый, теплый, кстати, блик, мне кажется. Ну, я вижу его теплым, по крайней мере, или нейтральным. И при этом у него свойства технические такие же, как у сатина. То есть он мягко ложится, сглаживает кожу, он мелкодисперсный. При этом в нем нет каких-то слезяных частиц, которые бы могли века жевать. Нет, здесь все очень красиво, деликатно и, в общем, классный цвет. Мне он очень понравился в использовании. Пальцы закончились, но мы продолжаем. Следующий оттенок светло-бирюзовый, матовый. Он такой немного пастельный уже. И я не уверена точно, но, по-моему, у него тушевочная формула, судя по тому, как это ощущается. Ну и в целом, Та Метанук часто делает именно такой темноты оттенки в тушевочной формуле. Видите, здесь все тоже хорошо, никаких пятен нету, насыщенность хорошая, пигмента много. Если любите такие цвета, то это классный вариант. Следующий оттенок в палетке называется Эктоплазма. Есть рассыпчатая версия у него. Точно такой же он тоже пушистый, насыщенный, как видящий потенциал кристаллов. Но посмотрите, как он сверкает и блестит. Просто вообще пушка бомба. Он как будто бы на такой розоватой базе, зеленоватый блик. Очень яркий, прям горящий цвет для любителей чего-то эдакого и яркого. Тоже он точно такими же мягкими хлопушками крошится по палитре. Но это все решается тем, что пальцем, как я, сейчас его набирать вообще не нужно. То есть я это делаю исключительно ради свотчей. Для макияжа им нужно работать не пальцем, а кистями. И это на самом деле минимизирует все рассыпания по палитре и сокращает расход. При этом прекрасно оттенок будет наноситься и расходоваться минимально. Сначала возьму светлый матовый из палетки и нанесу его кисточкой-белочкой, которой я раньше любила наносить там эта ноку. В целом она и сейчас прекрасно работает, но я ее беру в основном тогда, когда переживаю за то, насколько ровно и гладко будет ложиться цвет. Вот сейчас я наношу этот бирюзовый. Я его считаю для себя опасным достаточно цветом, потому что на мне такие оттенки часто делают такой эффект, ну, с синяка, короче. Но здесь будем с вами экспериментировать. Я, если что, припасла с собой еще палетку с котом. Если что, он будет нам помогать. Кстати, обзор на кота на канале у меня был. Ссылочка вот здесь вот в уголочке. Но вообще пока как будто бы ложится хорошо, да? Нет никаких проплешин. Ничего такого страшненького нету. Можно как будто бы даже и не бояться. Это при том, что я сейчас наношу оттенок самой-самой мягкой кисточкой, такой тушевочной. И он наносится неплотно, достаточно вуально. То есть его можно нанести гораздо ярче. Теперь возьму вот этот вот синий, который идет допом к палетке. И нанесу его на внешний уголок. Красивый цвет, на самом деле он мне понравился. Я не то чтобы фанат синих оттенков, но именно этот цвет сам по себе красивый. Он такой, видите, сложный, небанальный синий. Чуть-чуть в нем есть какой-то припыленности. Он не слишком ворвиглазный. Его можно применить в таком простом макияже повседневном. По нижнему веку тоже его наношу, этот синий. Вообще, конечно, цвета здесь такие, которые требуют внимания к себе. Цвета не нюдец, здесь на раз-два пяткой не растушуешь. Теперь нанесу базу под тени. У меня самая простая люкс-визаж. Наношу ее тоненьким слоем на ту части, где будут сатины и всякие блестящие оттенки. Теперь наношу оттенок, который называется Гроза Морей. Наношу его плоской кисточкой. Его же во внешний уголок глаза. Очень плотненько так хорошо наносится плоской кистью. Прекрасно набирается, прекрасно наносится. А еще смотрите, как хорошо этот оттенок входит в синий. Как-то они прям одной базы цветовой. Теперь беру оттенок красавицы на подводной колеснице. Он очень красивый на самом деле. Он такой жирненький. То есть он более жирный, чем Гроза Морей. Наношу его на центр века. Видите, какой блестящий получается цвет. Как он слился с Грозой Морей, но дал яркий акцент такой. Хочется немножко добавить бирюзовый матовый, который был в начале. Да и синего чуть-чуть добавить. Супер такой 3D глаз получается какой-то. А еще знаете, что можно сделать? Сейчас покажу. А еще можно нанести эктоплазму поверх. То есть можно как бы остановиться на таком варианте. А можно набрать эктоплазму кисточкой. Конечно, она летит в такой формуле. Набрала ее на кисть. И сбрызгиваю сверху обычным спреем для фиксации макияжа. Можно было бы нанести на липкую базу, но тогда пришлось бы аккуратненько вот здесь пришлепывать этот оттенок. Но я не хочу. Хочу вот так сегодня. Так, это эктоплазма поверх топом ложится. Смотрите, какой яркий супер-мега-блик получается. Офигенный просто. Ну да, вот так, конечно, интересненько уже. Хочу еще взять палетку купания чародейки. И вот этот вот бирюзовый оттенок наношу, хорошо, во внутренний уголок его. Он более гладкий, чем эктоплазма и дает просто красивый блик. Такой нежный. Но мне кажется, что к мурине идеально подходит. И вот сюда еще добавляю этот же оттенок. Сейчас понимаю, что во внешнем уголке мне хочется добавить больше глубины, поэтому я взяла палетку с волком, волк лунного затмения. И возьму из нее вот этот вот темный, темно-серый, черный такой сатин. Нанесу его в самый внешний уголок. Прям самую-самую капельку. И продублирую поверх синим матовым. Добавляю синий матовый внизу более мелкой такой кистью, чтобы он был более темный. Слушайте, да, можно было обойтись и без волка, можно было просто матовый набивать сверху этот темный. С этой стороны хочу немножко помочь себе все-таки котом. Возьму палетку с котом и вот этот вот светлый матовый оттенок. И нанесу его достаточно так, знаете, размашисто в складку и чуть выше складки. Теперь из мурина беру вот этот бирюзовый, который яркий такой уже матовый. Максимально опасный для меня цвет на самом деле. Наношу его по складке и чуть ниже. Он темнее, чем предыдущий матовый бирюзовый. Такой более насыщенный цвет, но его можно растушевать и будет тоже достаточно так нежно в итоге. Но зато он, видите, потемнее, то есть им можно углублять прям так хорошенько. Прикольно, что эти матовые бирюзовые тушуются без проплешин, но очень как-то ровные и, ну, беспроблемные, скажем так. Теперь беру клей под глиттер у меня от NYX. Наношу на все подвижное веко и будем лепить видящую потенциал кристаллов. Она, конечно, очень красивая, но летит, собака сутулая. Возьму вот такую кисточку. Это какой-то Алиэкспресс, мне кажется, да. Фиг знает все за кисть такая. Набираю кистью, оно все летит. Проверим. Но лепится очень хорошо. Кисточкой ничего растирать не надо в палетке. Можно просто ее чуть-чуть, так знаете, прижимать к рефилу. И все классно набирается. Ковыряться кистью в рефиле не надо, он будет портиться. Прямо на все подвижное веко этот цвет распространяю. Конечно, он супер красивый, супер нарядный такой. Очень красиво. Очень-очень красиво. И я не хочу делать этот макияж очень бирюзовым. Я хочу его немножечко успокоить. Я изначально думала, что этот оттенок будет как Пэт Магратовские спешалы. Такой, знаете, летящий вариант спешалов. Но нет, здесь как будто бы блестки очень легкие. То есть, да, они летят, они вот так в рефиле. Ну, хотя нет, вот видите, здесь у меня как-то бережно получилось это сделать. Но когда кистью набираешь, они так разрыхляются в рефиле. И нужно прям вот просто вот так вот прикладывать, и тогда все будет набираться достаточно и хорошо. Не нужно больше, этого будет достаточно. То есть, прям вот так возить кистью не надо. Короче, это тонкие очень блесточки, тонкая такая слюда, максимально невесомая. Потому что у Пэт Маграта она такая грубоватая была в некоторых спешалах. Здесь такого нет. Ну и посмотрите, как это красиво все переливается и блестит. Такой адекватный русалочий макияж. Давайте разбавлю все это дело котом. Опять возьму вот этот матовый оттенок. Нанесу его по нижнему веку. Хочу, чтобы этот макияж был все-таки нюдовым, а не совсем бирюзовым. Ну нюдовым, а нюдовый, да. После потенциала кристаллов и вот этих всех бирюзовых акцентов будет нюдовый макияж, сказала она. Ну да, сейчас еще стрелку бахну, вообще будет нюд. И из чародейки опять возьму оттенок. Это такой самый первый, по-моему, Стома называется этот цвет. Он такой розово-красноватый блик дает. Мне кажется, он сюда очень хорошо впишется. Такой, видите, он дает очень гладкий блик, без отдельных частиц. В этом макияже попробую скомбинировать мурену с эксолотлем. Тоже такая красивая, достаточно яркая палетка. Мне кажется, что они между собой очень красиво должны сочетаться, как думаете. В общем, возьму из мурены вот этот вот супер красивый лавандовый оттенок. А вот здесь еще другая форму Лутами Тануки, которая более такая хрупкая, для которой нужны кисточки помягче. Наношу во внутренний уголочек, во внутреннюю складку оттенок из эксолотля. Вот сюда вот на века кладу. То есть такая матовая база получается у меня. Видите, несмотря на то, что оттенок не очень темный, он хорошо перекрывает венки на веки. На другую половину глаза наношу светлый бирюзовый. Посмотрим, хватит ли нам его по темноте. Если что, добавим тот, который потемнее. Мне кажется, что хватит. Наношу его, скажем так, на вторую половинку глаза. И между собой их так подстушевываю. По нижнему веку добавляю оттенок из эксолотля. Такой нежный какой-то немножко акварельный макияж получается. Теперь беру видящую потенциал кристаллов и хочу нанести ее вот такой вот плоской кисточкой. Это что это? Сейчас скажу, что это Вальдериде В102. Как я набираю оттенок, чтобы он не крошился или крошился минимально? Я беру кисточку и просто вот так вот прикладывающим движением набираю этот оттенок. То есть я не растираю его, вообще ничего не делаю. И видите, достаточно много набирается. Этого будет достаточно для... Ну короче, для этого макияжа, я думаю, будет достаточно. И потом фиксирующим спреем сбрызгиваю кисточку и наношу поверх макияжа. Можно прикладывать, можно чуть-чуть его как бы втирать. И смотрите, осыпаний практически нет. Вот тут какие-то четыре блесточки под глазом. Но это потому что влажный способ. Теперь беру вот этот оттенок из эксалотля. Тоже он должен красиво сюда вписаться. И наношу его на внутренний уголок. Теперь хочу попробовать оттенок гроза морей нанести такой стрелочкой. Беру плоскую кисточку. Многие говорят, что этот оттенок суховат. Я бы сказала, что он не суховат, а просто он очень плотно спрессован. Поэтому для него нужны такие более движения, такие втирающие, да? Это мне так кажется. Не знаю, как вам. И другие девчонки говорят, что он суховат. Но вот я все-таки его не как сухой воспринимаю, а немного иначе. Смотрите, как хорошо им рисуется стрелка. Это сухая кисть. Смотрите, сколько в нем пигмента. С ума сойти, да? С другой стороны, хочу сделать более темный макияж. Возьму вот этот синий рефил, который в придачу к палетке идет. И кисточкой Китти от Небледной буду наносить его вот сюда в складку. И заходить на подвижное веко. Ложится достаточно ровно. Хотя вот кисточка такая не супер плотная. Не знаю, мне кажется, что кисти здесь можно практически любые брать. И козу, и синтетику, что хотите. Если вам кажется, что вы видите пятнышки, то я думаю, что это просвечивание неровностей кожи. Видите, как будто сосудики просвечивают. Это потому, что кисточка такая воздушная. Давайте попробуем нанести кистью поплотнее. Это тоже Геворг, но называется она Эмбер. Можно набивать просто. Тогда будет более темный оттенок получаться. Возьму базу под тени. Нанесу ее тонким-тонким слоем. И теперь нанесу грозу морей на все веко подвижное. Использую кисточку Анастасия Воевозина номер 08. Она как будто бы немножко затирает рефил, но он как будто бы действительно затирается. Но при этом набирается хорошо. Давайте проверим. Достаточно плотно он ложится. Даже с учетом того, что кисть такая прям скользкая-скользкая. То есть она не цепляет рефил. Она его скорее натирает. Давайте попробуем кисточку более шершавую взять. Возьму козочку от Заева. Вот она еще сильнее набирает. Еще более плотно. Ну а на рефил чуть-чуть как бы рыхлит. Здесь надо просто выбрать, что вам больше нравится или не нравится. Но вообще без пальца наносится прекрасно. То есть здесь палец вообще не нужен. Только если вам просто нравится пальцем краситься. По нижнему веку тоже этот оттенок добавлю. Возьму голубой оттенок матовой из рыбки. Добавлю его в тушевку. И во внутренний уголок хочу нанести вот этот вот оттенок из лебедя. Он не очень цветной, но хорошо высветляет. Вот опять супер 3D глаз вошел в чат. Вот такие получились у меня два макияжа. Мне кажется, что они оба красивые. То есть вот здесь вот такой супер объемный гладкий макияж. Такой вроде бы и глубокий, и смокий. И при этом уголок какой-то такой. Дополняющий вот этот объем. Ну, короче, все здорово. Ну, а вот этот такой более единорожий. Ну, на мой взгляд, более нюдовый вариант. Я удивлена немного тому, насколько гладко и классно вот эта стрелка выглядит. Насколько пигментированно ложится оттенок гроза морей. Потому что это же вроде бы как сатин. И все говорят, что он суховатый. Но нет. На мой взгляд, он офигенный сатин. Очень такой насыщенный по цвету. И очень универсальный за счет того, что он делает вот такие вот объемные и классные макияжи, как с этой стороны. Кстати, вот с этой стороны я думала добавлять оттенок из лебедя или эктоплазму из мурены. И поняла, что оттенок из лебедя мне больше нравится во внутреннем уголке. Потому что эктоплазма, она все-таки такая крупнодисперсная. И мне она больше нравится на подвижном веке, чем во внутреннем углу. Особенно, если само по себе века гладкая. Другие какие-то сияшки не используются активные. Тогда внутренний уголок с эктоплазмой, мне кажется, какой-то инородный. В общем, в макияже, мне кажется, что внутренний уголок должен быть тише, чем блик на подвижном веке. В общем, вот так получилось. Напишите в комментариях, какой из макияжа вам больше всего понравился. Мне кажется, что каждый по-своему хорош. Вот так я бы сказала. И, кстати, вот этот вариант темного макияжа мне нравится больше, чем тот темный, который я показывала предыдущий. Он какой-то менее цветной, что ли, за счет этой грозы морей. Он какой-то более глубокий, приглушенный. Я люблю такие оттенки, такие цвета в макияже. Давайте подводить итоги. И здесь, на мой взгляд, все достаточно неоднозначно. Ну, из очевидного, это, конечно, то, что палетка вообще нужна не всем. Ну, я думаю, что многие из вас это и так понимают, потому что палетка однозначно бирюзовая. И никакой нют с ней сделать не получится. Во-вторых, на мой взгляд, нет смысла брать палетку без вот этого красивого оттенка, которая видящая потенциал кристаллов. Потому что он очень красивый, очень классный. И в этой палетке он смотрится шикарно. То есть бренд как бы написал, что он хрупкий, но я бы не сказала, что он хрупкий с точки зрения перевозки и доставки. Он хрупкий с точки зрения использования уже на месте. Я думаю, что доставят эти палетки хорошо, ничего там не потрескается, все будет хорошо, потому что бренд прокладывает палетку поролоном, упаковывает в пупырку. Они, в общем, стараются как могут. Да, этот оттенок, который профиль, видящий потенциал кристаллов, он летит такими хлопушками. Но это очень легкие хлопушки, то есть он не крошится, он не жесткий на ощупь, его не нужно как-то сильно растирать. При этом он не желейный, как некоторые, например, пигменты от Бернович. Здесь этого нет. Это как будто бы слюда Тамито Нуки, которая спрессована. При этом мне очень нравится, что его просто набирать и наносить. Нужно брать обычную плоскую кисть, самую какую-то дешманскую, которая у вас есть, немного прихлопывать этот оттенок сверху, и вот то, что есть на кисточке, прихлопывать уже на веко. И будет все замечательно. Нет необходимости использовать палец, потому что оттенок замечательно набирается на кисточку. Он классно ложится на веко, он переносится равномерно, то есть здесь все здорово. На мой взгляд, здесь вопрос именно в том, чтобы не ковырять его кистью. Да, блестки из него летят по палетке. Ну, как бы, что есть, то есть. Лучше не делать вот так, на нее не дуть, потому что это все разлетается в разные стороны. В общем, формула новая, бренд старался как мог, и мне кажется, что получился достойный результат. Я уверена, что они дальше допилят эту формулу и сделают ее еще лучше, еще более такой удобных применений. Но мне кажется, что работать с ней нормально. То есть меня в целом не смутила эта летучесть. Пускай лучше оттенок будет летучий, чем вот такой, вы знаете, желейный, только набирающийся пальцами. Вот я так сказала бы для себя. Что касается оттенка эктоплазма, он чуть менее шершавый, чуть более такой устойчивый. Но в целом я бы сказала, что у него все те же самые характеристики, что у потенциала, видящего потенциала кристаллов. Он тоже яркий, насыщенный, просто набирается кистью, можно, конечно, и пальцем, но я не вижу в этом никакой необходимости. То есть иногда палец хочется использовать тогда, когда оттенок плохо набирается на кисть, но здесь все отлично. Просто прихлопывайте его вот так кисточкой сверху, не елосьте парифилу, и все будет замечательно. Видящая она такая более многообразная, и ее можно запихивать в какие-то более нюдовые макияжи, вот так вот комбинировать с котом, как я сегодня сделала, например. И она, конечно, очень красивая. Если вы будете с ней ходить где-нибудь на вечеринке, то 100% вы соберете очень много комплиментов, обязательно скажут, что это у вас такое интересное на глазах. В этом, мне кажется, фишечка практически всех макияжей с таметануковскими экстра оттенками. По поводу двух оттенков, которые такие поспокойнее, менее блестящие. Оттенок гроза морей мне понравился изначально. Я его, я люблю такие темные оттенки, глубокие, которые при этом не черные. Мне нравится с ним работать. Да, он, конечно же, не оттенок на каждый день, но мне как раз нравится вот этот эффект, который он дает на глазах, вот эту глубину какую-то. Как будто бы у вас смоки, но при этом оттенок мона можно нанести на все веко, и это будет выглядеть очень красиво и завершенно. При этом работать с ним максимально легко. Мне сначала показалось, что он немного затирается, потому что рефил такой гладкий становится на ощупь. Мне кажется, это какая-то новая формула Утамита Нуки. Могу ошибаться, но вот почему-то мне так показалось. Но в итоге нет, ничего не затирается, все тоже хорошо набирается кистью, даже спустя несколько макияжей. Так что да, оттенок красивый и классный. И, конечно же, напарник к нему это вот это вот, господи, кто-то на подводной колеснице. Ну вы поняли, вот этот оттенок. Я так понимаю, что он тоже экстра, мне он очень понравился. И более того, я скажу, что если бы, наверное, меня попросили ранжировать все оттенки в палетке, то я бы сказала, что на первом месте это видящий потенциал кристаллов, а на втором месте вот это уже красавица на подводной колеснице. Потому что он очень гладкий и одновременно очень блестящий. То есть это как будто бы такой экстра сатин, если можно так сказать. Он очень насыщенно переносится на веко. Я бы, наверное, предпочла сделать с ним еще один макияж как-нибудь, потому что он дает максимально яркий эффект и очень гладкое сияние на веки. У этой красавицы, на самом деле, нанесение похожее на сатин. То есть ложится оттенок ровно, гладко он выглаживает века, но при этом у этого сатина есть супер яркий блик. И плюс, когда вы верстите головой, то у этого оттенка тоже есть вот эта глубина, такой 3D эффект. Поэтому мне как раз кажется, что гроза морей и красавица, они между собой просто идеально как-то мычатся, потому что у них одинаковая какая-то вот эта база. Но один более светлый, другой более темный. И еще красавица вот этот блик яркий дает. Что касается матовых в палетке, так как в придачу идет еще вот такой вот синий матовый оттенок номер 187 в скобочках 2, я бы сказала, что можно этим синим заменить, наверное, вот этот бирюзовый, который потемнее. На самом деле, оба матовых в палетке работают отлично. У меня к их техническим характеристикам вообще нет никаких претензий. Изумительно тушуются, не пятнят, немного так наслаиваются, очень аккуратно смотрятся. Это красивые оттенки, насыщенные по цвету, много пигмента, хорошо тушуются, наслаиваются. Но мне очень сложно носить на себе бирюзовые цвета. Я как будто бы с ними не совпадаю по контрасту. То есть я могу вот в таком варианте носить бирюзовый цвет, а вот в таком для меня это уже прямо как-то слишком накрашено. Прямо слишком-слишком. Поэтому я бы сказала, что вот этот синий оттенок для меня более актуален. Я бы его поставила в палетку вместо темного бирюзового. И тогда, наверное, она была бы для меня более гармоничная к моей внешности. Ну и, наверное, более многообразная. Но есть еще один нюанс. Несмотря на то, что кажется, что мне, по крайней мере, сначала показалось, что вот этот синий, он темный. Но даже если мы используем его, макияж все равно как будто бы не слишком контрастный. То есть мне все время хочется добавить еще дополнительное какое-то затемнение. Возможно, было бы здорово, если бы вот этот синий был бы еще темнее, еще глубже. И тогда, если бы я ставила его вот сюда в палеточку. Кстати, здесь все рефилы магнитные. То есть их можно реально менять местами. Или вставлять какие-то новые оттенки, другие оттенки. Или миксовать эту палетку с другими палетками Тами Тануки. Здесь все продумано. Так вот, даже если мы берем этот синий и добавляем его к палетке, все равно как будто бы немного не хватает контраста. И поэтому я, собственно, и использовала вот здесь вот стрелку. Хочется такое затемнение добавить. Или какой-то черный, темный, более глубокий бирюзовый, более глубокий синий. Хочется еще, еще, еще глубже сделать. Вообще, как я понимаю, достаточно у меня контрастности в макияже и в палетке или нет. Я беру картинку, то есть вот то, что я вижу на камере, и перевожу это в черно-белый цвет, абсолютно обесцвечиваю. И в этот момент прямо очевидно становится, что все века примерно плюс-минус одной темноты. В этом случае я понимаю, что мне хочется затемнить или внешний уголок, или складку дополнительно затемнить. Вот в случае с этой палеткой мне хотелось дополнительного затемнения всегда. Но, опять-таки, кто-то, кто более светлый по цвету кожи, или по, может быть, волосы у вас светлее, вам этой контрастности, скорее всего, будет достаточно. Но я люблю, когда есть еще прямо вот темный акцент во внешнем уголке. Тогда палетка для меня становится максимально такой, знаете, самодостаточной. С другой стороны, нам бренд практически каждой палетки, наверное, каждой, они говорят, что наша палетра не самостоятельная и может потребовать других оттенков. Поэтому здесь нас никто не обманывает, здесь все честно и справедливо. Но я все же по-хитрому топлю за то, что каждая палетка должна быть самостоятельной. И на самом деле так бывает практически со всеми палетками Тай Метануки, за небольшим исключением. Вот, например, палетка с котом тоже для меня не очень самостоятельная, потому что она слишком светлая. Однозначно могу сказать, что если вы любите такие оттенки, то вы 100% будете рады этой палетке, просто потому что здесь изумительное качество всего. И даже несмотря на то, что Экстра летит в палетке, с этим можно работать, и это несложно. Ну, кстати, да, лучше, конечно, лицо красить после макияжа с этой палеткой, потому что летит под глаза, и нет смысла просто красиво выравнивать кожу, чтобы потом это заново стирать. И наносить тон. Мне понравилось качество этой палетки, мне понравились вот эти все экстра оттенки, даже тот оттенок, который как будто бы он сатин, но на самом деле это сатин экстра уровня, такого, знаете, суперкрутого и красивого. Все эти оттенки, все блестяшки здесь изумительные. Но так как я просто не фанат бирюзовых макияжей, я могу использовать такие бирюзовые оттенки как-то акцентно, но не полный макияж ими делать. Мне как раз больше нравится использование этой палетки вот в таком формате, когда нюдовый макияж становится чуть-чуть в сторону бирюзового, как будто бы матовый оттенок чуть-чуть поддерживает какой-то блестящий цвет, или просто это матовый бирюзовый акцент, например. Вот такие вот прямо мономакияжи я на себе редко ношу, но знаю, что некоторым девчонкам очень нравится, и некоторым это очень идет. Мне кажется, я просто не совсем вывожу вот такие макияжи своей внешностью. То есть я какая-то более приглушенная, а этот макияж получается прямо очень яркий. Может быть, если бы я была брюнетка, например, как Маша, то на мне это выглядело бы классно. Но в целом я на себе вижу вот такое использование этой палетки, и это красиво. Что касается монеток, если бы я брала эту палетку монетками, я бы взяла 4 сияшки. То есть я бы не брала матовые, я взяла бы 4 сияшки, которые изумительно по своему качеству, и их достаточно просто применять в повседневных макияжах, в праздничных макияжах. Везде с ними будет просто и красиво. В общем, если вы не будете брать палетку, то монетки настоятельно рекомендую, хотя бы просто блестяшки, потому что они здесь классные. Ну и еще к палетке в этот раз выходят дополнительные оттенки. Там несколько пигментов и открытка. Я думаю, что в одном из ближайших видео я покажу макияжи с пигментами. Они там тоже просто... Какие классные девчонки! Ну там есть матовые, два матовых оттенка и три сияющих. Ну, короче, к матовым я как всегда спокойна, но сияющие там просто... Парсик просто! Так что да, ждите, скоро будет видео. Напишите в комментариях, как вам палетка, как вам макияжи, что вообще думаете про этот запуск. Буду рада с вами пообщаться там внизу. Ну и, конечно же, приходите в мой телеграм-канал. Там все самое свежее, новое, интересное и много всяких эксклюзивчиков. А, ну и еще напомню, что у меня есть группа ВКонтакте, сообщество в Дзене, ну и еще канал в Рутубе. Какие времена, такие влоги. Приходите, подписывайтесь. После того, как YouTube загнется окончательно, основной платформой будет ВКонтакте. Так что весь экшен будет происходить там и в Телеграме. Большое вам спасибо за просмотры, за ваши лайки, за то, что подписываетесь на канал. Ну а с вами была Наташа, и всем пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!